Ну а теперь, пожалуй, о самом музее Модотек. Израильский национальный музей науки и технологий. Был основан в 1984 году на базе старого здания Технеона, Технологического института. Здание спроектировал немецкий архитектор Александр Бервальд. Бервальд кропотливо изучал методы работы арабских резчиков по камню, а также характерные особенности средиземноморского зодчества. Созданный им комплекс стал первым образцом современной монументальной архитектуры в эре Цесраиль. В 1924 году Бервальд окончательно переселился в Хайфу, где стал первым профессором архитектуры. В том же году в Технеоне началось обучение. Первый набор был всего 18 студентов и всего одно строительное отделение. Строительство же самого здания завершилось в 1913 году, но из-за Первой мировой открытие института надолго отложили. В годы войны тут был госпитал. Сначала для турецких военных, а после для англичан. И раз я уже начал рассказывать о Модотеке, я просто обязан вспомнить о великом ученом Альберте Эйнштейне и его неразрывной связи с молодым еврейским государством. Эйнштейн всеми силами поддерживал развитие образования и науки в Израиле. С именем Альберта Эйнштейна связаны по меньшей мере два израильских университета. Это университет в Иерусалиме и Хайфский Технеон. В первый и в последний раз Альберт Эйнштейн побывал в Израиле в 1923 году. И в этот приезд Эйнштейн посетил Хайфу, где в то время разворачивалось строительство будущего технологического университета Технеона. И здесь он оставил свой след. В память о посещении Технеона он посадил две пальмы, которые растут и по сей день.